Итак, мы продолжаем изучать учение отцов Пертьявод и сейчас у нас будет очень важная вещь, очень важная Мишна, 13-я. Значит, Рабан Йоханнен бен Закай, он своим пяти ученикам задает вопрос, задает он такой вопрос, выйдите, он говорит, и посмотрите, выйдите и посмотрите. Так, начинает он свой вопрос. Какой путь хороший? Интересно, что вот впервые в этой книге я вижу путь хороший, а вообще обычно какой путь прямой? Да, но здесь именно хороший, да. Здесь хороший. Я помню, что было, не мог найти где, вот здесь в этой книге впервые я нашел, что именно хороший. Шейдбагба Адам, он задает вопрос, какой путь хороший, к которому прилепится человек? Теперь первое, что он говорит, интересно, он говорит ЦУВЫРУ, выйдите и посмотрите. Значит, в Талмуде, в Вавилонском написано ТОШМА, выйди и послушай, а в Иерусалимском Талмуде написано выйди и посмотри. Да. И в ЗОРе. И в ЗОРе написано выйди и посмотри, а тут написано выйди и послушай. В Вавилонском Талмуде это больше направлено на что? На мышление, да, на развитие мышления. А тут посмотри, как оно работает. То есть в Израиле пророчество, да, то есть в Израиле это особое такое место, где есть больше Руаха Ковадыш, пророчество. Написано, что воздух в земле Израиля, он умудряет. То есть там совершенно по-другому, ты просто ясно видишь истину в Израиле. И, а если ты попадаешь в поле еще такого цадика, как там вот Равзильбер за царь был, или какой-то цадик, который полностью прикреплен к Богу, который как бы вай-фай вот это истинно распространяет, вообще-то к нему попадаешь, оп, и тебе все сразу понятно. И он нам говорит, суверу выйдите, какой путь хороший, ше идбаг ба адам. Значит, идбаг имеется в виду, это слово обычно используется, прилепится к Богу. То есть он спрашивал, через какой путь человек может прилепиться к Богу. Это был его главный вопрос. Значит, отвечает Раби Лейзер. Я тоже слышал, что человек не может жить вообще, если он не прилепится полностью к какой-то дороге. Он все время прилеплен к какой-то дороге, но... По умолчанию. По умолчанию. Человек, он какому-то, он идет по какой-то философии жизненной. Знает он об этом, не знают, но он все равно идет по каким-то установкам, которые он когда-то получил. То есть у каждого есть внутри система верований, он верит, что мир работает так, как он работает. Каждый человек, даже есть там атеист, он верит, что мир работает, как Дарвин рассказал. Там сионист, как Жабакинский. Социалист, как Карл Маркс. Ну, а в мелочах, деталях человек верит, что мир работает по какой-то системе. Теперь верующий человек, он верит, что мир работает по Торе, как Бог сотворил мир и сообщил, как он работает. И спрашивает Рабан Йоханн Бензака своих учеников, говорит, «По какому пути человек прилепится к Богу?» То есть он прилепится к Богу, что главное. Значит, первый отвечает Раби Лезер, Раби Лезер Бен-Урканес, который, колодец, который не упускает ни капли, который всю Тору запоминал и знал. И он говорит, самый главный путь, по которому человек прилепится к Богу, Айн Това. Хороший взгляд. Что такое Айн Това? Это во всем, в людях, в мире, вокруг, видеть хорошее. То есть видеть хорошее, доброе, и в этот момент ты прилепляется к Богу. Потому что, когда ты видишь хорошее, ты благодаришь Бога за то хорошее, что ты видишь. И ты, когда все время видишь все хорошее, то ты через это присоединяешься к Богу. Такой вот он считал путь прилепления к Богу. Отлично. Следующий вступает Раби Иушуа, Раби Иушуа Бен-Хананя, про которого он сказал, что счастливо, которое его родило. Он был очень не так хороший человек, добрый, так и все. Он говорит, нет, говорит, самое главное это Хавертов, Хеврута. То есть у тебя должен быть Хавертов. Как сказал до этого Раби Иушуа Бен-Хананя, что самое главное это все-таки Хавертов. Если у тебя есть друг, который тебя направляет, который с тобой учит Тору, это главное. То есть без друга ты не можешь двигаться к Богу. Хорошо. Сказал Раби Иоси. Раби Иоси Акоин, про которого сказал Рабанюхан Бен-Хананя, что он хасид. Что он такой человек хасид. Он говорит, что самое главное Шахентов. Хороший сосед. То есть с тем поведешься, от того и наберешься. Сказал в первом ПРТ, сказал, значит, не тайр были, не тайр были. Он сказал так, что Архекми Шахенраунд, сказал, отдались от плохого соседа и не присоединяйся к злодею. Вальти Теешми на Пурануты. И ты тогда не будет тебе расплаты. То есть не будет ничего в жизни плохого. Значит, Шахентов важен почему? Потому что он на тебя влияет постоянно. С кем поведешься, от того и наберешься. И здесь есть очень важная такая штука. Вот очень часто люди идут в места, вот как с дом. Лот пошел с дом. Пошел он с дом. Он думал, ну я же цадик, я сохраню, все будет у меня нормально. Ну там они злодеи. Ну и что? Как-то проживем. Место богато, хорошее. Опа! Потом все равно пришла переворот и все исчезло. Уважение в Беларуси. Да. Шахентов, то есть очень важно, чтобы у тебя был Шахентов хороший сосед. Потому что, опять же, еще раз, очень интересная история с семьи Высоцки, сейчас Чай Высоцки. Вот он учился в Яшиве, в Оложен. Потом он учился в Рабистроле Салантера. Потом занимался торговлей зерном. Потом начал заниматься торговлей чая. И через несколько лет ему принадлежало 35% чайного рынка России того времени. Потом, говорили, в России была поговорка, что чай принадлежит Высоцкому, сахар Бродскому. А потом, когда случился переворот, а вся Россия Троцкому. И Троцкий, который сделал этот переворот, он забрал и у Бродского, и у Высоцкого. И забрал все, и решил поделить все между крестьянами. Поделил между крестьянами, потом пришел Ленин, забрал у Троцкого. Потом пришел Сталин, забрал у Ленина. В общем, пошло-поехало. То, что нажито через бандитизм, оно, естественно, потом и все уходит. И, значит, что мы видим отсюда? Что семья Высоцкого все потеряла. Потом они переехали в Европу. В Европе они тоже все потеряли, когда пришли нацисты к власти в Германии. Они все забрали. И осталось только те, которые уехали в Израиль. И в Израиле сейчас семья Высоцкий, чай Высоцкий принадлежит 75% чайного рынка Израиля. Тоже они там монополисты. То есть, как бы заслуги отцов, они продолжаются. Действительно, вот этот основатель династии, он был очень большой, это Алмит Хахам, чьи дети уже не соблюдали заповеди, потому что он пошел как бы в мир больше. Интересно. Теперь давайте еще раз. Можно только что предотвратить? Предотвратить. У тебя сейчас только читал перед молитвой Саба Миновардак. И он говорит, это огромное, это сумасшествие, что можно сочетать эти два пути, говорил Саба Миновардак. Нереально он именит. Он говорил, нереально быть человеком Торой и жить в светском мире. Ну, как бы действовать по законам этого светского мира. Он говорит, это нереально, это сочетание. Хаббат, например, они говорят, что да, реально, да, возможно, да, можно интегрироваться. Ну, я в этом утро, другое чуть-чуть. То есть, одно дело, когда ты занимаешься своим ремеслом, но ты живешь в Нейбрате, у тебя есть магазинчик, у тебя есть вокруг одни только религиозные люди, и ты не видишь вообще вот этот сумасшедший мир. Другое дело, когда ты живешь в Киеве, в Москве, когда дети выходят на улицу и тут же видят, как, ну, или в Тель-Авиве, нету большой разницы между Москвой, Киевом и Тель-Авивом, еще Тель-Авив похуже, чем эти. И, хорошо, но сказал, давайте двигаемся по Мишне, сказал Раби Йоси, который был хасид, он сказал, что шахен-тоф это важно, потому что если у тебя шахен-тоф, то есть для того, чтобы прилипиться к Богу, нужно, чтобы тебя окружали вот эти вот просто, ты с ними можешь быть не в контакте, это не хавер-тоф, как сказал предыдущий, но не друг, но когда вокруг тебя вот эти люди, ты с ними вместе идешь в одном, в одном как бы. Простой пример, приходишь на молитву в синагогу, да, есть молитва, вот я молился в Йешиве у своего сына, и вот Минха, обычно Минха, ну, днем Минха, да, 30 минут Амеда, 30 минут они стояли просто по часам, стоит Рожь Йешива и молится Амеду, и вот он молится, и молится, и молится, и молится, и молится, потом Хазарат Ашасы, он каждое слово выговаривает, и все, это обычная дневная молитва, 30 минут, почему, потому что у них нет других дел, они служат Богу, да, теперь, и я уже молюсь Минху, или там рядом с моим домом в Израиле, синагога работающих таких профессоров, да, которые вязаные типы, у них шахарит с членем Торы, длится 29 минут, ровно, 29 минут уже все заканчивается, от начала до конца, ты на минуты, начинают ровно там, например, в 7.15 шахарит, ровно, если ты пришел в 7.16, они уже, ну, они уже все, сухе де земра, 29 минут молитва закончена полностью, от начала до конца, как в армии, еким такие. Да, они, но для них, как бы, видно, что или для тебя Тора это основа, и нет больше ничего, или для тебя Тора основа, и ты чуть-чуть работаешь, или для тебя работа основа, и ты чуть-чуть времени даешь Торе. Это разные-разные подходы. И когда я попадаю туда, я молюсь 29 минут, когда я попадаю в Ешиву, я молюсь 30 минут, то есть шахэн, окружение, оно влияет, это однозначно. Теперь, раби Шимон, про которого сказано, что он рэйтанулат, он видит то, что родится, он был такой очень осторожный, он сказал, а, он и сказал, что, про него сказал Рабан Йоханн Бензакай, что он боится греха, когда он их каждому давал характеристику, он про раби Шимона сказал, что он боится греха. А сам раби Шимон дал ответ на его вопрос, по какому пути прилепляться к Богу. Он сказал, ароэ это нолат, тот, кто видит то, что родится. Значит, что он имел ввиду? Видит то, что родится. Значит, человек, он говорит, что нужно быть наблюдательным. То есть нужно просчитывать варианты, нужно видеть окружающий мир. И когда ты видишь окружающий мир, как он работает, то ты через это присоединяйся к Богу. Это как Рамбам говорил в основах Торы, что изучая, как можно полюбить Бога, изучая творение. Как можно бояться Бога, изучая творение. Как можно понять, что Бог управляет миром, изучая творение. И он говорит, когда ты видишь то, что рождается, ты понимаешь, что есть хозяин мира. Ничего человек не может прочитать, не может он быть... То есть он может просчитывать сколько угодно, он может делать какие-то там свои выводы и просчеты. Есть хозяин мира, и этот хозяин мира, он вносит в мир вот этот элемент непредсказуемости, непредсказуемость, не зная человек, что будет дальше. И мне нравится вот это в Каэлике, когда говорит царь Соломон, он говорит, что если тебе скажет кто-то, я знаю, как будет, так то, что у него за спиной сейчас, ему нужен кто-то, кто ему сейчас скажет. Вот это для меня была такая фраза откровения, когда кто-то предсказывает будущее, там прогнозы дает, еще что-то, то я сразу вспоминаю эту фразу, и я даже иногда проверял, и говорю, а что у вас сейчас там 5 метров за спиной находится, скажите мне, пожалуйста. Говорит, я не могу сказать, мне нужен кто-то, кто мне скажет. Я говорю, а как же вы там за 5 лет вперед предсказываете политику государства, там, вы точно знаете, что сделает завтра там Путин или этот. Вы не знаете, что у вас... Там же упадет, это спустится. Да, да, да. Я говорю, вы не знаете, что у вас за спиной сейчас, а как вы можете знать, что будет вообще, да? Ну, значит, но при этом сказал Раббан Шимон, Рабби Шимон сказал, что тот, кто видит родившееся, тут я слышал когда-то объяснение, что он не видит то, что родится потом, он наблюдает за тем, что уже родилось. Митбонен, то, что родилось, аруэ это нула, то, что уже родилось. Не то, что родится, написано в Мишне, а то, что уже родилось. Он, Митбонен, то, что происходит, он из этого делает выводы, он видит. Вот если человек сравнивает, было предсказание такого, вот я был уверен, что так. А как получилось? То есть, если он просто ведет даже дневник того, что происходит, Митбонен, он вдумывается в то, что происходит. Он понимает, что есть Творец у мира, и так сказал Рабби Шимон. Рабби Элязар, Бен Арах, про которого сказал Раббан Йоханнен Бен Зака, он сказал про него, что он Маян Амит Габер, что он источник, который выдает много новой Торы, он сказал, говорит, самое главное это Лев Тов, хорошее сердце, хорошее доброе сердце. Значит, на языке мудрецов сердце это мышление вообще полностью, это подсад, ну, то есть, все вместе они назвали это сердце, потому что есть такое выражение, много замыслов в сердце человека, имеется в виду, это не эмоциональная сфера, сердце это мышление, много замыслов в сердце человека, Арбэ Макшивот Белев Иш, Ватсат Ашем Итакум. Значит, Лев это полностью мышление. И он говорит, самое главное, чтобы у тебя было Лев Тов, то есть, Лев Тов, чтобы у тебя внутри было только Тов, только добро. Сказал он им, Роя Ани Эд Диврей Элязар Бен Арах, Ми Диврейхем. Он говорит, я вижу слова Элязара Бен Араха больше, чем слова всех вас. Почему Шебехлаль Дварав Диврейхем, что внутри его слов есть ваши слова. Здесь нет споры, так? Нету спора, да. Он сказал, что он сказал более обобщенную просто систему. То есть, он сказал, что внутри его слов, доброе сердце, есть все, что вы сказали. Что имеется в виду? И Гластов, и товарищ, и Шахен, и соседов, и вдумывается в то, что происходит. То есть, он намекает на то, что невозможно взять что-то одно из того, что было сказано. Обязательно должен быть набор. Он сказал, что это как раз вот в этом случае ты полностью прилеплен к Богу. То есть, если у тебя какого-то параметра не хватает, да, то у тебя в этом ты выпадаешь. То есть, если, например, у тебя не доброе сердце, но не добрый глаз. То есть, ты добрый, но ты видишь все равно все недостатки мира. Ты в этом случае, ты выпадаешь от связи с Богом. Потому что ты думаешь, что это недостатки, но это специально, все, что Бог делает, это все к лучшему. То есть, не может быть, чтобы Бог делал что-то плохое. Если ты видишь, что это плохое, значит, это у тебя есть в этом, ну, в твоем наблюдении есть какой-то, в твоем глазу есть изъян. Как говорят, что глаз, вот, глаз этого короха, его сбил с пути. Глаз. То есть, он посмотрел на мир, и он увидел что-то не так. То есть, это глаз, хороший глаз. Теперь... Какие параллели, можно провести параллели между их качествами и тем, что они сказали? Параллели между их качествами и тем, что они сказали. Но, наверняка, есть параллели. То есть, если возьмем первого, который колодец не выпускает ни капли, у него айнтова. То есть, он на все смотрит хорошим глазом, и он не сбивается. То есть, люди, которые на все смотрят хорошим глазом, он не видит плохого. Вот как Раф Зильберзе, храна цели, садик ли врага, он был, он не вступал в споры, не вступал в махло. Он говорит, сур мира, это двинется от зла и делай тоф. То есть начинается где-то какое-то движение, которое он не хочет в него влазить. Но есть же вокруг много вещей, которые надо делать, которые добрые, явно хорошие, добрые дела. Зачем мне ввозиться в этой каше и воевать с кем-то, да? То есть я лучше здесь, я закрываю вопрос и двигаюсь в том направлении, в котором делай добро. Отодвинься от зла и делай добро. Какая связь, что он не выпускает никакой? Ну у него поэтому голова чистая, он все время повторяет Тору, как Раф Хаем Конецкий. Он заго делает сьюм всей Торы. Он не отвлекается, он не отвлекается на зло, он не хочет видеть зла, он хочет, чтобы у него был ясный взгляд, только видеть добро, да? И у него это самое, как есть, ну и сейчас мы уже эту мишну закончили, я хочу шутку рассказать, что как вот отодвинься от зла и делай добро. Есть такой стих, что Илья старается активно уравновесить зло добро. Увидел, парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал. Это такая шутка, что иногда зло ты не можешь, ты не можешь его победить. Вступать в этот махлотит, например, вступать в войну, это все очень сложный вопрос. Например, я как бы от своего раввина, от раввиска консильвера за цель принял, что не надо вступать в войны, не надо вступать в махлотиты. Я не вступаю ни в какие конфликты, есть там споры и так далее. Я иду, есть Мишна, вот мы учили, что если будут болеть диним, омдим лифанеха, люди, которые судятся, стоят перед тобой, ши ю бейнеха кэ рэшаим, что были они в твоих глазах оба как злодеи. Вы кэши и патрумми лифанеха, ши ю бейнеха кэ закаим. Но когда они от тебя уходят, пусть будут в твоих глазах как праведники. Если тебе блу, а леем это дин. Если они приняли на себя закон Торы. То есть я не могу рассудить никого, да, потому что тоже нам Елель сказал, не суди ближнего, пока не попадешь на его место. Я в этих ситуациях, когда есть спор, который меня не касается, и тоже Шлом Амелак сказал напрямую, он говорит, не лезь в спор, который не твой, не лезь в ссору, которая не твоя. У них есть спор. Ты говоришь, ну я лично, я всегда говорю, пойдите к Равину, пойдите, узнайте, кто по Торе, как правильно поступить по Торе. Все, значит, чего, я не могу сказать, я не знаю. И последняя, ладно, уже осталась минута, на вот эту позицию я расскажу, как был один Хозе Мелюблин, по-моему, это был такой хазецкий рэбе. И было два других рэбе, которые между собой, у них была прям война, они спорили между собой. И к нему прибежали хасиды, вот кто из них прав, за кого, ты за кого. Он говорит, я не за кого, я вам расскажу сейчас историю. Говорит, как до полису шел лев, и он поймал, значит, поймал волка, и говорит, а он такой был, ну, шел с бадуна, и он волку вдыхнул на него, говорит, есть запах у меня изо рта. Волк говорит, есть. Он говорит, так ты, что, меня не уважаешь, значит, и взял ему, оторвал голову волку. Идет дальше, поймал заяца, есть, заяц говорит, вообще нету, ну, может, земляникой пахнешь, вот такой вот, да. Он говорит, ты как мне врешь вообще, сволочь, я же знаю, что есть. И оторвал ему тоже голову, у него не было, ну, был вне настроения. Поймал лисицу, и лисица говорит, есть или нету? Лисица такая, говорит, знаешь, говорит, лев, вот у меня уже две недели насморк, вообще не понимаю. Я не понимаю, есть, нету, две недели насморк, болею, все. И он говорит, Казамин Люблин, я не хочу влазить, у каждого из них есть свои какие-то там, каждый, это не мой спор, не мое дело. Я считаю, что спорить не надо. Если они спорят, пускай они идут кому-то, кто, для них обоих авторитет, потому что я, что, как ни скажу, это не изменит ситуацию. То есть они не пришли ко мне вдвоем, чтобы я определил прав, ну, кто из них прав, чтобы принять мой ДИН. Нет, значит, я не буду ничего говорить, это не моя ссора, не мой спор. Такая, есть такая позиция, есть другая позиция, значит, я не буду, как Кравин, когда мы пришли, спорящий, и один говорит, там, свою позицию, он говорит, ну, ты прав. Он второй раз сказал, он говорит, ну, ты тоже вроде прав. И мученик говорит, так не может быть, чтобы тот и тот был прав. Он говорит, ну, и ты прав. В общем, Лев Тов, доброе сердце, Рабан Юхан Адбен сказал, доброе сердце, надо стараться держаться в добре, в радости, в веселье, и в благодарности Богу. Это то, что я стараюсь делать. Есть книга очень классная, Раф Шалом Аруш, называется «Сад благодарности», где он обучает, как это сделать. Есть книга очень классная, Раф Шалом Аруш, «Сад веры», где он говорит, что все от Бога, и главный принцип, все от Бога, и Бог не может делать зла. Не может делать Бог зла, если бы он хотел сделать зло, он бы уничтожил мир, секунду. Если он делает что-то, что для тебя доставляет страдания, это знак тебе, добрый знак, чтобы ты остановился, подумал и вернулся к Богу. И тогда ты скажешь, Хук, слава Богу, что ты меня предупредил, что я другого бы сигнала, я бы не услышал. Страдание – это сигнал, который Бог дает для того, чтобы пробудить. И когда ты с благодарностью воспринимаешь эти страдания, тогда у тебя есть шанс выздороветь, есть шанс, ну, как измениться, вернуться к Богу, и следующий этап в своей жизни прожить более счастливо. Все.